Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса». И в этом выпуске мы разберем мебельный бизнес детально. Многие интересуются вопросом о том, с чего начать мебельное производство. Важным моментом для старта небольшого бизнеса в этой сфере является организация закупок. Для начала производства вам нужно будет закупить все необходимые крепежи, фурнитуру, расходные материалы и мелкие инструменты, а также все комплектующие для реализации конкретного проекта. А вот что делать с этими покупками дальше, сейчас узнаем. Если мы решили заниматься мебельным производством, да, это может быть оборудование торговое, это может быть бытовое, да, там бытовая мебель, то с чего нам начать? Ну, помимо идеи, что нам нужно? Стартовый капитал, какое-то оборудование, либо мы его покупаем в процессе? Нет, конечно, безусловно, нужен стартовый капитал, причем его расчет – это очень такой тонкий момент. Потому что, как любое дело, оно начинается с приблизительного бизнес-плана. И если мы возьмем утрированную ситуацию, листок бумаги и ручку, мы туда, естественно, занесем стоимость оборудования, которое мы предполагаем приобрести. Мы занесем туда стоимость аренды, которую мы предполагаем для себя. И, собственно, эту стоимость надо умножить еще в два раза, и, наверное, вам этого хватит. Потому что у всех вот этих организационных моментов есть очень много подводных камней. Даже, допустим, если мы начнем просто с тупо с договора аренды, вы приходите его заключать, и, как показывает практика, все площадки с вас берут сразу двойную стоимость. То есть за первый и за последний грубый месяц. То есть вам нужно заплатить в первый месяц двойную ставку. Мы берем, допустим, просто вы приобрели себе оборудование, и, естественно, вам нужно его смонтировать, подключить. Естественно, идеальных условий на арендных площадях у вас не будет, потому что дорогостоящие оборудования должны иметь под собой основу, бетонную. Это должно быть хорошо закреплено, хорошо подключено, и причем подключено не вашими силами, а сотрудниками площадки, которые вам предоставляет аренда. Если говорить хотя бы немного о цифрах, чтобы войти в этот бизнес, начать, то минимальное там, сколько хотя бы мы должны иметь при себе средств? Ну, если мы берем малый бизнес, да, если будем рассматривать именно вот как начало, как малый бизнес, то вам понадобится что-то в районе, ну, около миллиона рублей. Объясню, почему. Потому что кто-то может со мной поспорить, сказать, что сейчас на рынке очень много станков-аналогов китайского производства. Но хочу сказать сразу, если что-то и начинать, то оборудование должно быть хорошее, потому что оно автоматически становится вашим хлебом. И если у вас заключен уже какой-то договор на производство какой-то мебели, и вдруг ни с того ни с сего это оборудование останавливается, у вас возникают очень большие проблемы. И плюс брак, дефекты. Брак, дефекты, да. То есть это априори, если у вас хорошее оборудование, у вас будет хороший продукт. Если у вас дешевое оборудование, у вас будет... То есть на оборудовании мы не экономим? Ни в коем случае. Мы говорили про помещение, да. Вообще, какой должен быть метраж? Ну, желательно, какой должен быть метраж. И вообще, есть ли какие-то нормы, да? Это неважно, где находится там вход с улицы, или это может быть какое-то производственное помещение. Как искать? Все зависит от того, сколько сотрудников будет работать на вашей площадке. То есть обычно один сборочный стол должен занимать около 30 квадратных метров. Для того, чтобы не толкаться. Это не было травмоопасно. То есть ваш сотрудник, сборщик мебели, там, да, допустим, он должен ходить вокруг своего стола и не спотыкаться. На начальном этапе предпринимателю приходится делать все самому. Но, как показывает практика, это неправильное решение. Команда должна насчитывать столько человек, чтобы вы сами, как руководитель, не принимали участие в производственном процессе. Потому что, как только вы начинаете у него принимать участие, останавливается рост вашего бизнеса. То есть в тот момент, когда вы что-то либо носите, либо грузите, либо пилите, либо помогаете своим сотрудникам сделать заказ, в этот момент вы не разговариваете с новыми клиентами, вы не думаете о развитии, вы заняты процессом производства. Мы подбираем сотрудников. У нас, поскольку нашу компанию знают, мы как такое VIP-ателье. И готовых сотрудников не бывает в этом деле. Как мы делаем? Мы едем в учебные учреждения и садимся в приемные комиссии. И отбираем молодых парней, которые выпускники этих заведений. Мы предлагаем им трудоустройство. Они приходят нам сюда в цех, и они начинают буквально с нуля. То есть мы им показываем, рассказываем все процессы. Особенно наши мастера берут их в бригаду, и они начинают помогать, подметать что-то. Потом потихоньку, потихоньку, потихоньку допуска к станкам они не имеют. И потом, спустя несколько лет, они у нас уже становятся так получилось. И на практике они специалисты очень высокого уровня, которые обладают такими знаниями и технологиями, которые просто так на улице не найдешь. Для того, чтобы получить прибыль и создавать действительно хорошую мебель, нужно дорогостоящее оборудование, умелые руки и клиенты. Встает вопрос, где их искать? Все начинается с твоего первого изделия, наверное. То есть если ты сделал, неважно, ты собрал кухню, ты собрал шкаф-купе, ну вот сведем к минимуму, да? Если у тебя получилось хорошо, то начинает работать сарафанное радио. Начинает работать сарафанное радио, и люди будут, да, вот соседи скажут, вот у меня, посмотри, ты получил мой шкаф. И тогда к тебе обратятся. Просто так в интернете, наверное, сейчас очень много фотографий выкладывается, на них не видно качество. То есть если мы поставим два шкафа рядом, они могут быть абсолютно одинаковые, а начинка у них будет очень разной. Вот. И самое главное, чтобы твоя мебель, она может быть даже тактильна, отличаться. Дорогое производство сделаем, и будем брать за счет большой цены тот же оборот. Где у нас будет больше прибыль? За счет количества сделаны работы? Нет, дело в том, что я знаю несколько производств, которые занимаются именно производством дешевых кухней. У них много работы, у них очень много работы, и они прямо нарабатываются. Но им не выбраться из этого сегмента производства дешевых кухней. То есть к ним уже не придет человек заказать что-то более-менее приличное. Сколько мы можем заработать на каком-то изделии? Сколько процентов? В процентном соотношении? Наценка? Ой, понимаете, как показывает европейский уровень, мы знаем, что у них, они работают в рентабельность 30%. В России это невозможно. То есть здесь должна быть рентабельность 100%, и то вряд ли ты сведешь с конца. Я объясню почему. Потому что мы считаем себестоимость изделия, и мы туда, ну, допустим, мы как-то умудрились заложить электричество. Мы закладываем туда зарплаты, аренды, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Но дело в том, что сложно прочитать, сколько ты заплатишь налогов, какие ты заплатишь штрафы. Основные риски, с чем можно столкнуться при открытии мебельного производства? Или, например, на вашем опыте, чтобы вы писали, не повторять, не совершать каких-то ошибок, да? Не нужно сразу замахиваться на крупного клиента, так скажем, да, либо на сразу очень масштабные заказы. То есть обычно люди, когда понимают для себя, что они открывают мебельное производство, они сразу стремятся приобрести сразу полную линию, начиная от форматно-расковочных станков, присадочных станков, компрессоров и так далее. То есть они сразу рассчитывают полный цикл. Они приобретают автомобили себе, да, которые будут разводить их готовую продукцию. Они набирают штат полный, включая там кладовщиков, которые будут отсчитывать саморезы там, да, на каждую бригаду и так далее, там фурнитуру, все вот это. Этого делать не нужно, потому что... Сейчас уж так уже у нас жизнь складывается, что вот у нас, на нашей истории, был в собственности грузовой автомобиль. У нас работал водитель. Вот. Мы платили зарплату водителю, мы обслуживали грузовой автомобиль, он стоял у нас на балансе, мы платили налоги и так далее. Сейчас же, допустим, есть грузовичков, таксовичков, это компании, которые предлагают тебе свои услуги, и если ты посчитаешь, то у тебя получится реальная экономия, если ты не имеешь своего автомобиля грузового. И не платишь зарплату полностью. Не платишь зарплату, да. Там, допустим, вот такая должность, да, как я уже сказал, она смешная, кладовщик. Для многих очень важно, они будут говорить, ну как же, у меня же не будет там подсчета, сколько я потратил саморезов. Сейчас ни в коем случае не надо упираться вот на это, потому что ведро саморезов, даже если оно потеряется, это все равно будет дешевле, нежели будет у тебя зарплата кладовщика. Ну, то есть вот такие моменты. Опять же, если у тебя, допустим, есть вот такой станок форматно-распроечный, он важен. Есть кромковальные станки, они не особо важны, потому что, опять же, есть много производств, которые предлагают кромкование и за какую-то... Аренду, да? Да, аренду этих станков. Поэтому не надо сразу врываться, потому что попробовать надо. Если ты понимаешь спустя где-то полгода, не месяц, а именно полгода, что тебе этот станок действительно выгодно держать, тогда его стоит покупать, потому что он сам по себе. Эта штука не дешевая, и нужно понимать. Что касается бизнес-сегмента, вы как раз с ним работаете. Какие вот особенности? Это должна быть какая-то особая психология, это должен быть особый сервис, помимо хорошего качества. Конечно, психология здесь, наверное, вообще на самом первом месте. То есть как только у тебя появляется такой клиент, ты должен начинать с ним вести беседу, то есть должен быть постоянный диалог. То есть нельзя... Надо вообще, в принципе, забыть про какие-то гарантийные обязательства в виде одного года. Потому что мы очень часто встречаемся с такой вещью, что люди по истечению одного года говорят, что ну дальше это ваши проблемы, потому что у нас есть гарантия год. Своих клиентов мы обслуживаем десятилетиями. То есть они всегда могут к нам обратиться, сказать, ребята, вот такая ерунда, у нас что-то сломалось. Естественно, это могут быть разные причины, по чьей вине мы даже не разбираемся. Мы едем и приводим это дело в порядок, потому что зачастую наши клиенты, которые к нам обратились, у нас переходит наше общение даже уже на какой-то приятельский уровень. Мы интересуемся друг у друга, как у кого дела, и то есть нам полностью доверяют. И опять же про нас рассказывают по всему городу. Бывают ли в этом бизнесе какие-то сезонности или кризисные моменты, чтобы понять человека, может, от чего-то произойти речь, или просто предупредить о том, что, например, когда-то снижается клиентоспособность? Конечно. Эти моменты, они постоянно, их прочитать вообще невозможно. Из года в год бывают сезоны, когда, ну, просто провалены. Вот просто провалены. Это может быть январь, это может быть июль, это может быть, ну, любой месяц в году. То есть нет четкой схемы, чтобы ты был полностью готов, что вот в этом месяце, да, у тебя работы не будет. Иногда что, вроде бы казалось, да, допустим, после новогодних праздников, ну, кто будет у тебя заказывать? А бывают моменты, что наоборот, шквал. И, допустим, вот в этом новом году мы начали работать с 3-го числа. Вместе с тем российский мебельный рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. По состоянию на 2019 год каталог «Мебель России» включает более 14 тысяч компаний, 5 тысяч из которых являются непосредственно производителями. Преуспевающие клиенты – потребители мебели среднего ценового сегмента. Главные критерии при выборе мебели – уникальность предложения, качественные материалы, возможность изготовления мебели по эскизам на заказ, быстрая доставка, ну и, конечно, сборка. Прогенческий учет – это то, что является реальностью вашей жизни. В бухгалтере зачастую отражаются, может быть, не сессии цифры, и многие бизнесмены в бухгалтере отражают от цифры так, чтобы платить меньше налогов. А управленческий – это та вот правда, та истина, которую не надо ни от кого скрывать, и вы сами для себя его ведете. Поэтому управленческий учет, он очень важен с точки зрения истинности картины. Там вы закладываете действительно, сколько вы заработали, там вы закладываете, сколько вы потратили. То есть там полная, полная, ясная картина. Там видно все, сколько вы заплатили за кредиты, сколько вы сэкономили налогов, сколько вы чего и где спрятали. Ну, так есть, к сожалению, да, в нашем мире люди прячут многую свою часть прибыли, чтобы меньше платить налогов. Поэтому управленческий учет, он важен для бизнесмена. В основном, как бы, все владельцы бизнеса, они в меньшей степени ориентируются на бухгалтерский учет, а они ориентируются именно на управленческие учетности. Нужно помнить, что главным критерием клиента при выборе мебели является соотношение цены-качества. Смело создавайте удобную, доступную и практичную мебель. Субтитры создавал DimaTorzok